ПЕСНЯ Ой, получается, как говорил в семнадцать мгновений весны, Рюллер, доверять кому нельзя, мне нужно. Мы надеемся на самого себя. Сейчас мы узнаем, кто из вас сможет дать пятнадцать правильных ответов и выиграть один миллион виртуальных рублей. Все готовы? Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Сто рублей, и на экране появляется первый вопрос. Кто освободил из плена муку-цакоту? Комарик на воздушном шарике. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как археологи называют слой земли, содержащий остатки деятельности? Не спешите, у вас есть время подумать. Я не спешу, культурные слова. Ваш ответ верный, поздравляем вас! «Кто хомяк прячет добытую пищу?» За щеки! Правильно! Это было нетрудно. Ведущая с какой фамилии придумала телепрограмму «Женские истории»? Не спешите, у вас есть время подумать. Это Оксана Пушкина. Отлично! Вы дали правильный ответ. Переходим ко второму вопросу, и на кону 200 рублей. «Что такое самопранк?» «Скатит» «Это верный ответ. Отличная работа!» «Как называется перерыв в театральном представлении?» «Антракт» «Великолепно! Вы дали правильный ответ!» «Как говорят о снежинках наступающей зимы. Белые мухи!» «Что вы думаете на этот счет?» «Белые мухи!» «Это было нетрудно! Правильно!» «Что из перечисленного обычно служит начинкой кот-дога горячей собаки?» «Сосиска!» «Великолепно! Вы дали правильный ответ!» «Хорошо! Следующий вопрос стоимостью 300 рублей!» «Что перед забегом слазывает лыжной мазью?» «Лыжные полозья!» «Правильно!» «Какая фигура существует в спортивной гимнастике?» «Ну, спросите у известной ныне Валерина. Она во всех своих постах всегда садится на шпат» «Ваш ответ верный! Поздравляем вас!» «Что закатывает скандаличий человечек?» «А, тут написано «человек», но я думаю, что «человечек». «Концерт!» «Правильно!» «Как обычная в ряда костюме, который идеально подогнан по фигуре!» «Как флитой!» «Равильно!» «Внимание! Все же никто не хочет покидать игру ни с чем!» «Четвертый вопрос и 500 рублей!» «Как называется известная картина Эдуарда Манне» «Завтрак на траве!» «Великолепно! Вы дали правильный ответ!» «Обо что разбилась любовная лодка в крылатой строчке Владимира Маяковского?» «Обыд!» «Это было не трудно! Правильно!» «Что сотрудник фирмы не обязан указывать на своей деловой визитной карточке?» «Количество детей» «Это было не трудно! Правильно!» «Как называется известная телепрограмма российского телевидения?» «Коле чудес!» «Это было не трудно! Правильно!» «А теперь пятый вопрос!» «Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в 1000 рублей будет вашей!» «Какой слуховой косочке нет в ухе человека?» «О!» «Правильный ответ! И вы идёте дальше!» «Танца с каким названием не существует?» «Немка» «Ваш ответ верный! Поздравляем вас!» «Какой пёс, по верованиям древних веков, сторожил вход в царство Аида! Церковь!» «Ваш ответ верный! Поздравляем вас!» В каком состоянии во Вселенной находится основная масса вещества? Какой из ответов вам кажется правильным? Возобразным. Ничего не скажешь. Верно. А теперь переходим к шестому вопросу. Он стоит у нас 2000 рублей. Их будет звездить. Какая часть слова называется префиксом? Приставка, корень, суффикс, окончание. Ну, приставка, конечно. Разбред, значит. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как в фильме «Звездные войны» назывался корабль Хана Соло? Чубакка, Ситрипио, Миллениум Фелкон, Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Вы сделали неправильный выбор. Вы дали неправильный ответ. Но расстраиваться не стоит. Вы ничего не потеряли и покидаете игру с одной тысячей рублей. Кто составляет расписание школьных занятий? Завхоз, завуч, повар, уборщица? Конечно, завуч. Отлично! Это правильный ответ. В какой цвет обычно окрашена Антарктида на политических картах мира? В синий? В белый? В красный? В зеленый? В белый. Это верный ответ. Отличная работа. Следующий вопрос и четыре тысячи рублей. Если вы даете неправильный ответ, то теряйте одну тысячу рублей. Думайте хорошенько, прежде чем дать ответ. Название какого головного убора произошло от наименования города? Поливар. Канатье. Сомбреро. Феско. Блево. Это да. Как это не печально, но вы неверно ответили на вопрос. Да, у вас уже было две тысячи рублей. И вы потеряли ровно половину, дав неправильный ответ. Что же, тоже неплохо. Одна тысяча всего за несколько минут. Какой из этих знаков зодиака приходится на лето? Водолей, телец, рак, стрелец. Рак. Правильно. Кто исполнил роль Ольги Рыжовой в кинофильме «Служебный роман»? Ахиджакова, Фрейндлих, Иванова, Немаляева. Немаляев. Ничего не скажешь. Верно? Вы отлично играете, у вас уже есть четыре тысячи рублей, и вы можете заработать еще четыре, ответив на следующий вопрос. В честь какого президента США плюшевый медведь получил имя Тедди? Вильсона, Рузвельта, Тафта, Гранта? Рузвельта. Это ваша последняя решение? Правильно. Где встречается вежливая форма обращения «Эфенди»? В Турции, Египет, Индия, Куба. В Турции. Примите наши поздравления, ваш ответ правильный. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос, и 16 тысяч рублей ваши. Внимание на экран. Девятый вопрос, и 16 тысяч рублей. Какой режиссер снял фильмы «Спартак» и «С широко закрытыми глазами»? Стэнли Кубрик, Оливер Стоун, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе. Давайте 50 на 50. Ну что же, давайте упростим задачу. Уважаемый компьютер, уберите два неправильных ответа. Я думаю, Кубрик. Велосипеда какой марки не существует? Урал, Кама, Ангара, Десна. Как это ни печально, но вы неверно ответили на вопрос. Нам было бы очень приятно продолжить игру, но неправильный ответ означает, что вы нас покидаете, а ваш выигрыш составляет тысячу рублей. Сейчас мы всего в шести шагах от одного миллиона рублей. Внимание! Десятый вопрос и 32 тысячи рублей. Кто из этих поэтов родился в Японии? Бусон, Бёрнс, Блок, Буало. Итак, подсказка «Звонок другу». Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Не знаю, что и сказать, но думаю, что вариант «Д». Жаль, что не смог вам помочь. К сожалению, вы выбрали неправильный вариант ответа. Вы оказались в сложной ситуации. Всего один правильный ответ отделял вас от второй несгораемой суммы. Но вы покидаете игру и забираете тысячу рублей. Посмотрите, как вы сыграли. Нажмите «Следующий», чтобы увидеть все результаты. А напоследок я скажу. Комментатор, который мне пишет. Когда ты там уже выигрываешь? Не знаю, когда. Жена мне говорит. Ну, ты там, воспользуйся мобильным телефоном и найди ответ. Это будет неинтересно и честно. Я потом, может быть, воспользуюсь интернетом и найду ответ на вопрос, который, может быть, потом появится. В общем, вы поняли меня. Этот миллион, понятно, что он виртуальный. Но были прецеденты, когда шутники написали. Если вы хотите получить этот миллион, обращайтесь по такому-то адресу. И люди на это велись. Ладно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok